Многофункциональный центр в Добром скоро отметит свой первый юбилей. Он был создан в марте 2010 года. За это время реальную помощь здесь получили более 300 тысяч человек. Оформить загранпаспорт, оплатить счета, застраховать транспорт жители района могут без очередей и по принципу одного окна. В месяц мы обслуживаем 1010. Не все месяцы, вы знаете, иногда бывает 8, иногда 12. За год у нас 120 тысяч. Вот за 2014 год. Одним из лучших сотрудников МФЦ Добровского района является Елена Ярикова. В ее копилке десятки грамот и благодарственных писем. Каждому посетителю она не только поможет делом, но и словом. Всегда выслушает и даст совет. Совместно со своими коллегами Елена приняла участие в новогоднем концерте для детей вынужденных переселенцев из Украины. Женщина считает, что самое главное в жизни – это не оставаться равнодушным к чужой беде. Сложность в работе с людьми заключается в том, чтобы понять человек изнутри и принять его проблему как свою. И постараться, и помочь, решить. Люди бывают разные, всякие. Люди приходят с проблемами. Поэтому понятие человека – это главная наша задача. Работой сотрудников МФЦ посетители довольны. Алена Ланина две недели назад перебрала в Добровский район из Луганской области. От войны девушка бежала вместе со своим супругом. Теперь они хотят начать новую жизнь без бомбежек и обстрелов. Сотрудники МФЦ помогают молодым людям оформить регистрацию. Конечно, проще. Подходим к окну, все объясняют, все доступно. Удобно, хорошо. Очень внимательные, ответственные люди. Как и все многофункциональные центры, по России этот МФЦ в скором времени изменит свой облик. Здесь будет проведен ремонт, заменено оборудование, поменяется и форма сотрудников. Офис под новым названием «Мои документы» откроет свои двери для жителей района уже 1 апреля. Ольга Родина, Роман Авраменко, Липецкое время, Добровский район.